У каждом домике, а домик называется вулечик, живее и працуе одна пчалиная семья. Слово семья подразумевает, что там есть некие члены семьи. И у пчелок самый головный это пчалиная мама. И на одного домика, а пчелок может быть аж сто тысяч. Усе они слухают свою маму, шануются, берегают, кормят, доглядают, хотя как мама не пропала. Если пропадет мама, пропадет вся пчалиная семья. Потому что от мамы залежит на роджение пчелок. Только и на одна кладет такие маленькие яички, из каких наряжаются пчелки. Наступное и наступное поколение пчелок. Это на столько домиков одна пчелка? Нет, на одну. А когда мама в домике, то кто еще должен быть? Папа и он, Иосиф, вулечику. Но интересно, что мама одна, а папу может быть сто. Может быть тысяча папа. Но не все папы удельничают в створении и выховании детей. Большая папа, они просто запасные. Они ничего не делают, едут мед, отдыхают, дуреют, летают, бездельничают. И человек их за это назвал трудни. Чули вы такую назву? Мои папу слышали еще. Мои папу слышали. Серот нас тут есть трудни? Нету. 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 Трудни не едут там сидять, когда магазин, просить выпить, закурить. Вот это трудни, это дрянное. Ну, а у пчелок так придумала природа, что повинна быть только трудни. Зараз я вам коротко расскажу, чему такая колькость. Мама одна, а трудни аж тысяча может быть. Значит, уявите себе, после холодной зимы начинают распускать кветочки, и пчалиное житие оживая, и колькость пчелок у вулечику повеличивается, 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 и им становится тесно в домику. И вот тогда они выращаются. А давайте частку пчел отправим жить в иншее место. И так старается, с вуля вылетая рой. Пчули гэта назву? И гэта рой летит жить в другое место, и зим полетела мама. Але гэтае пчелки не остались сиротами. Постя себе мама покинула, может, 10, может, 15 молодых мам девочек. Вы ж розницу ведаете, что девочка, что мама, да? Усе ведают? И вот гэтае девочки починают помеж собой биться на смерть. Кому керовать гэтае сямьёй? У вынеку застаецца одна девочка. Можа, она мацнейшая, а можа, хитрейшая. И вот, как ёй стать саправдной мамой, треба сустрецца вот с гэтыми мушчинками, с трутнями. И сустреча отбывается не в улече. Нет, вниз на улице. Отбывается на улице, адным солнечным дзянёчком. Гэта мама девочка вылазит на лёточку и летит тут по Новокольню. У гэты момент у паветря еды ганяя трутень. Отбывается стыковка у трутня. Вельми цікавый мушчинский аппарат. И он таки двухбаковый, разнокольоровый, там разные шарики. Ну, вельми заездросная речь. Вы такое николи не бачили. Вот, как вы приехали летом, мы гэта сягоння убачили. Трутень передае маме сперму. И она всё забрала, вызволилась, полетела далей. Доганяя другий трутень. Только отбылось третий, четвертый, пятый, шостый, семый. Прикладно, после восьмого трутня у мамы уже усе торбочки, уже карманы, усе полное. И на худенько-низенько капюшечке, кто не тисканул, вертается в улейчик. И ведаете, что? И она будет жить еще пять годов. Али боли, и вот гэта трутня не треба. Вот раз у маладості пролетела. И все, и хватит. И остальные пять годов живет только воспоминаниями. И хватит. Ёй, капая вот гэта газопаса на пять годов, каплася полторонные яйца. А зачем же вот так тысяча тых трутня? Бачите, спотребилось только восемь. Капина стала счастливая. А трутни просто вот и нын не могуць въедать, что завтра с номера 27-го вылетит девочка. И не могут назначить вот ты, 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 ты. Летите, чекайте вон там, каля рабіны в 11 часов. И они так не могут домовиться. А трутни просто зранецы до вечера летают по новокольню. И несуть такое дежурство. Кто убачил маму, той зарабил работу. А кто не убачил маму, той хоть еще трошки поживее. И он вернется домой. Завтра излета и полета, после завтра полета. А каля вогули за все лето несустрейня маму, то все равно пчелки его на зиму выганять. Перед холодной долгой зимой пчелки хвалюються, хотя каб хапила меда. И пчелки гэтых трутни выганяют з вуля. Але ж папробую их выганять, гляньте, кинуве лізды. Конечно. Ну, так я вам подхожу, як робить, як робить пчелки. И они трутенькали идти в столовую есть. И пчелки не як станут плечиками, затулять, затулять. И они шоу в столовую и прошоу мимо. Голодный остався. Другий раз идти, ищет слабейший. И вот я гоня идти в самый куточек, в самый холод. И он там холодный, голодный недельку пабыл. Вот тады гэтага слабенькага трутня. Чего ж женщины дошли? Пожаданный капут двух вытягивают и выкидают на вулицу. Пчелок! Пчелок! Ну и тут я гоща хоть ёжик есть. Вот такая судьба у трутня. Ну и в вынику отримливаются пчелиные дети. Гэтых дзятей называются рабочие пчелки. Вот гэтые рабочие пчелки побудуют те дырочки, куды складывается медик. Они прибираются в домик, оховывают домик. Всю-всю працу выконываются рабочие пчелки. Полетят на вулицу, принесут нектарчик. Из нектарчика зробят мед. Принесут водички для тых, кто не лёд, как попили. Наводь лёдуют далёко в лес. И в лесе соберут липкую смолу. Смола пчелкам треба, как зробить прополис. Пчелиный клей. Кали в домик узявляется нейка трещинка, пчелки обовязковые её заклеют. Как зимой не зашёл мороз, не залетел ветер, а в осенью такая злодейка осалётая, вот и нам уже лазить, храсти мед. Поэтому пчелки всё романтуют сами. И вот люди, до некоторого часу, пока не было стеклопакетов, так само в окна заклеивали бумагой. Памятаете? Ну, а что ж сегодня робят пчелки? Ну, уже трошки прохладные на двор я, и они, а маль, сидят дома. А вот зимой, и они так само не лётают, и они не могут себе купить такие пригожие курточки, дублёночки, вот каплётаць. А кап не замёрзнуть, и они просто прытуляются одна до одной. И утворяется такий клуб. И всю зиму сидят таким клубом. Ну, кто крайний, тут холодно, они выменяются местами. И всю зиму так ползают, ползают, и они не спят вот так, откинувши лапки и крылышки склавши, а ползают. И всё лето они ж не пели песню «Экстраказа», а сбирали медик. И сидят, и едут медик. И сейчас мы увидим, что сегодня они делают. На дворе, я дозволяю, я достану одну пчалиную комнатку и покажу вам пчёлок сейчас. Вы подрихтуйте свои очки, подрихтуйте фотоаппараты. Кто себя брует с математики, або працует бухгалтером, может, вы поспеете их полечить. Я наполохаю пчёлок дымочком, астерожно отчиняю крышу. О, а тут некая подушка. Наверное, пчаляр спал, да забылся. А не, это одеялце. Вы же накрываетесь одеялом, как было тёпло. Так самые пчёлки накрыты одеялом. А вот там уже под этой одеялкой и под плёночкой изнаходится пчалиное гнездо. Зараз мы доведуемся, кто у нас слабое звено, правда? Так, я подойду до вас, осторожненько. Глядите, назирайте. Вот, а Тамара не хотела идти, а тут самое большее вздивляется. Одночей дети сказали, ой, як шмат, як таракану. А я у детей пыдаю, а где ж вы стонки бачили таракан? Поглядите, поглядите, поглядите. Мёдик. 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 Хочется языком лизнуть? Нет. Наверное, хочется, а не поздно. Да, может. Ну, у бачили пчёлок? Зараз я их поставлю назад. Вот таких комнатах у Гулейчику зараз десять штук. И на десятих комнатках вот столько шмат пчёлок. На жаль, пчёлки не ведают своего господара. Вот собака ведая господара, корова ведая господиню. А пчёлки не ведают. Пчёлки ведают только, как в зиме правильно взвертались. Николи не стукали по домику. Были чистые руки. Не пахли, не пурил, не виноват. Повязкова с дымаром. Вот так осторожненько поглядели, поглядели. И пустали, знай. Скажите, калі ласка, мы пакривдзіли пчёлок ціне? Абідзіли? Нет. Мы толька пасмадряли, как ані живут. А ессі хоть адну пчёлку абідзіць, придушіць і притіснуць, гна пачіная жаліць. А калі жаліць, выделяецца яд. Асталіне пчёлкі пачуюць гэты запах. І для іх така каманда. Нашіх біюць! Чужі прышов на пасіку, і вот ады пчёлкі шукаюць хто-то чужі. Кого треба праганять? Ну, ми з вами сьогодні не чужі, не? Ні. Ні, ми приїхали у гості поглядеть, як живуть пчёлки. Убачили пчёлок? Ні страшно? Ні. Ну, канешна, адзіли такі шапочки, набрали полні руки дыма, і не страшно. Вот. Ну, треба до пчёл за все дыхавіць пчаляром, розпарівши дымар. А так, кажецца, стаїть пчаліний дімік. Ти подумаєш, ніка одна пчела лазить? Що її бояться, правда? А не, на самій справі там у середні тисячі пчёлок. Паэтому лепше идти боком од них. Даст команду, і все вилетят. Ну, обачили? Зараз ми з пчёлками розвитвуємся. І нас чекається зустріча з вавками. Ходемте далі. Дякую.